Что если я выпью эту дрянь? Что если я выпью эту дрянь? И пьему таблеток? Что если я выпью эту дрянь? Что если я выпью эту дрянь? Я иду вдоль серых хрущевок и серых томов, грязных стен. Я вижу там искусство в каждой трещине, в каждой проборе. Концептуальное искусство, которое делает время полуразвалившиеся, мини-старенькие, с грязными стенами. По иногда заплатками заклеены, замазаны. Я беру с собой вымелки, в дождь иду средь бела дня. Я рисую море, небо, волны, корабли, дальние волны. И венецианские города, проходящие мимо, вызывают милицию, полицию. Или те, кто увидел это из окна своего окна. Я пишу себе на лбу, я вандал и на шее тоже. Приезжает быстро машина полицейских. Очень быстро, оперативно, чтоб схватить меня вандала. Они везут меня. Я выпрыгиваю из их окна. Они держат меня. Я падаю с третьего этажа, но не разбиваюсь, потому что это большая высота. Мои руки и ноги скошены в разные стороны. Я ползу, истекая в чистой крови. Я нарисовал венецианский пейзаж на сером доме. Или на развалинах вместо стен. Старинки. Не, не старинки. Меня везут в больницу ради моей безопасности, потому что я городской сумасшедший. В больнице. Очень зов и запах. Мне не дадут обезболивающих. Идёшь на работу в офисе. Идёшь на учёбу в кабинете. Где сидишь. Потом возвращаешься домой. Так, каждый день. Ты сделала очень много полезного для людей. Тысяча девятьсот восемьдесят четвёртый год. Это не дивный новый мир. Нет. Я, как мой дед, я стал морским ежом. Я качусь по кабинетам. Езжаю всех, кто на пути попадает. Спускаюсь по лестнице, обламывая свои иглы. Моря нет, воды нет. Я нашёл своё убежище в искусственном озере холодном. Моя мама не узнала меня, потому что я тёмный морской еж. Олимпиара. Нужно путём. Я не знаю. Войди, ничего не быстрее. Чтобы обезболиваться на истин Energy是 для того, чтобы подозрить какие-то ощущения. Я не знаю. Чтобы обезболиваться на свадьболицу, посмотри, что ты отболиваешься в теплочке. Чтобы обезболиваться на свадьбу. А у нас на свадьболицу. вот звонил у меня опять утра у меня 3 утра я морской еж понимаешь я до трех часов я поднимался вчера по лестнице домой мне казалось что это бесконечные поднимаюсь снимаешься бесконечно до этажа все не доберешься такое у меня впервые сейчас связь что шипит спасибо что что плохо слышно я хочу плохо слышать городок все минуты поцел я приду в комнату ладно я морской еж у нас тысячи в воде не подходи к нам или умрешь мы вооружились мы вооружились вода зубов и мы выходим из воды в город армия бессильная армия бессильная отлично хорошо слышно отлично слышно отлично слышно отлично только антидепрессанты только антидепрессанты антидепрессанты сейчас беру так так нормально слышно нормально слышно нормально да и ты тоже ты я я тебе не звоню ты чё странно ну возьми трубку кто там да управляет морскими ежами хочешь управлять морскими ежами видел морских ежей да а я видел в реальности их тысячи их тысячи там на мелководье их тысячи и они все вплотную друг к другу в Таиланде в Таиланде я хотел смотреть на это но я хотел туда прыгнуть к ним к ежам да морским ежам морским ежам морским ежам чтобы кататься я хотел стать сухопутным ежам и морским одновременно и воздушным чтобы рисовать а эти кто на меня нападают чтобы они жарились об меня и обломались чтобы они получали жало и игла в них застревала и им пришлось вытаскивать а я бы Shoot рисав а я бы дальше рисал в венецию а я бы дальше рисав а дай су в будь я как морской еж только на на земле, в городе сером Алло не, не помню, ну я может видел, просто теоретически не помню а, ну я знаю, я наверно таких видел, я держал аквариумы а я плавал среди морских ежей и я хотел с ними подружиться я много получил игл в ногу и в колено, в ступню, в руки я не знаю, можете давить да, я подумал, знаешь, поначалу кажется, как будто колючок проволоку задел потому что у нас в городе повсюду колючая проволока я думал, ну, ассоциация была с колючей проволокой что я задел ногой такое вот мне там выбивали иглы выбивали странным способом примитивным как в временах древних они они как-то стучали по этому месту, где ну, по ноге там или по руке и пытались, типа, таким образом выбить странно но у них не получалось или получалось и они брали за это баты они 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 на они у и на они у да интересный способ это более современный способ чем вбивать просто бутылки из-под пива иглу наверно он не работает потому что так бы плещей вытаскивали но их не вытаскивает ну я там снова возвращался к морскому ежу и снова пытался его трогать и получал новые новые иглы я пытался а он своими иглами он ими не просто они он не просто и неподвижно он ими шевелил в сторону моих рук он шевелил их он видел меня видел меня может он чувствовал а может видел внизу него глаз синий как мой глаз на аватарке да я его взял достал на сушу вынес показал и потом вернул обратно свою среду обитания да есть фото и видео на телефон фотоаппарата нет сейчас подожди к фотоаппарата нету у меня нет фотоаппарата нет видеокамеры нет я не удидачник а да 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 я тут привет привет так говорил мой сосед наркоман и алкаш который сдох он говорил вместо привет он говорил привет привет так 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 и так она ведь она учитель вокала у нее есть успехи у меня нет успеха ни в чем ни в чем нет успеха ни в чем а чё там еще видел португалии я что нет я я отключил громкую связь да ты чё еще видел в португалии чизис кришна кислоту пробовал иисус да я видел с ну видео статуи огромные да и он еще руки расставил нифига нет Продолжение следует... 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 В чёрном квадрате Малевича. Да, и там есть один чел в Таиланде, носатый. Он за небольшую плату пускает тебя в двухсторонний мир. Я так и не встретился с ним, к сожалению. Я бы хотел узнать, да. Наверное, я бы ничего не узнал. Да, и он в этом специализируется в прошлых жизнях, в реинкарнациях, там всякое такое. Да. Помнишь прошлую жизнь? А кто тебя наказывает? Луцифер. Или кто? Бог. 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 И я слышал, что он был поссорился с Богом, и он был изгнан. на землю, за купол, и он стал нести свет людям. Поссорился, потому что люди жили во тьме, и он стал нести свет людям. Сожалел о людях, и его за это наказали. Печень, там, клевали, коршун что-то. Ну, это примерно, да. Он как Прометей. Так он изгнал в Израиль, изгнал в Стройнии. Да, много всякой информации. Священники. Да, я просто сейчас уже вообще не смотрю никаких блогеров уже давно не интересны. Ну да, плоть это у нас очень слабая и несовершенная. Это да. И что они познают мир таким образом, да. Бог познает мир таким образом. Да это, типа, я знаю, что он несет, он несет одну. Нет, он это, типа, он еще говорит, типа, что все, все человек, человек все познает, там, и злодеем, и этим, и это все нормально. Это, 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 этот, Лайтман говорит то же самое, что, типа, ну, типа, учение вот это, что мы просто здесь, как для опыта, у Бога. Опыт получаем, проживаем жизнь. Субтитры делал DimaTorzok Налинка а это да я тоже знаю такое я был на собрании кришнеидов собрание кришне нет нет здесь здесь в подвальчике да нет кишнеид это вообще давно было я не снимал видео там свет был яркий они читали а пил я это корпоративе на мини корпоративе у работодателя которые удивление типа такой знаешь добрый хотя он из деревни и военный и он должен быть грубым таким а он наоборот говорит он говорит он короче как какой-то вообще он разносторонний такой он чувствует как я примерно просто поражаюсь дошел просто от отца и увидел строят там новое кафе и там они на крыше я сказал возьмите меня на работу пожалуйста ну видео ездили и он согласился да и он меня позвал потом выпить еще и он нормально ко мне отнесся ничего удивительно просто нет там там только девчонки работают я я рисую мелками пейзажи бесплатно просто себя зато ну я знаю там души более благородные я я я слышал индийское учение дальше типа типа ты становишься богом потому что ты все узнал можешь свой мир создать да 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 95 в россии просто он не видит не был в россии поэтому здесь другой процент немножко красиво всего но я говорю что тут я говорю что тут вообще полная шесть и какая миссия дельцы дельцы и и как это и Продолжение следует... Да, руководители. От рождения. Да, что-то делает воин. Что-то делает... Вот этот вот... Вот этот вот по контракту делает бизнес. Воин, да... Пошел он, воин. Воин, это просто марионетка в руках банкиров. Воин, это просто петушок, который петушится немножко. Я так думаю. Может, не так. Он гордится собой. Да нет, я спать хочу. Тоже за окном. Я играл тут какую-то грустную песню. Я думал, напиться, но что-то неохота гадости тупить. А почему перед сном, наоборот, засыпаешь? Просто я хотел какие-то песни сыграть, симпровизировать. Ну, фристайл. Для этого нужно... Как я понял, в общем, почему художники напиваются, почему они все вот... А я вот раньше не понимал и ничего этого не делал. И все эти рисунки сделал в трезвом виде. Вот что интересно. Да, они забываются. Подключаются к Эгрегору. Забываются. Отсознание свое... Сознание отключают. Ну да, но сознание отключают. И им лучше. Ну да. Я все это знаю. Я слушал этих блогеров миллионных. Читал всю эту эзотерику уже. Мне надоело просто. Голодал 20 дней с чем-то. 27 или 21. Я голодал из-за того, что меня... Из-за того, что там разное... Долгое рассказывать. Ну, я молился там и ходил по горам, по холмам. Ходил в бассейн, плавал. В хлорке. В хлорке. У меня были длинные волосы. Вообще прям очень длинные. Один пацанчик... Один пацанчик сказал... Нифигааааа какие волосы. Вот это я помню. Он просто сказал... В фигаааа какие волосы. Вот что удивительно. То есть он не сказал... Фу, потлатый. Где там? Фу. Чё волосы отрастил? А он восторг испытал. Вот что странное. Неудобно длинные волосы носить. А он неудобно длинный волосы. 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 Понимаю. Примерно так почувствовал. Так примерно можешь все-таки почувствовать. Ну а ты в Китае был? Ты был на море? В Китае не был. А, ну потому что далеко. Нет. Моя мама была в Китае. Говорит, они орут громко. Ну а ты вообще можешь что-нибудь рассказать про Китай? Да, много можешь про Китай рассказать. Да, много можешь про Китай рассказать. По морю. Как ты примерно чувствуешь там? Лекцию проведешь про Китай? Ну я не знаю откуда взять. Ты интересно расскажешь. Ты лекцию прочитаешь как полковник. Хорошо расскажешь. Ну хорошо. Извини. Ты хорошо расскажешь там. Про Китай. Про все. Да, вот предмета физику расскажи расскажешь на стриме. Давай устроим совместный стрим. Ты расскажешь как там. Позвонишь мне. Да, как ты примерно почувствуешь, так примерно можешь почувствовать Китай. 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 Там вот метафизику. Ну не знаю. Ты про море рассказал, про Китай рассказал. Расскажи. Ну потому что Китай это и такое. В Китае там. Ну не знаю, потому что про море, про море мы поговорили. Про Китай надо там. Да. Блин. Я наверное спать сейчас лягу, браток. У меня 6.15. Сейчас до трех ночи спал. И то там какие-то за окном орали пьяные мужики. И мне показалось, что я нахожусь в другом месте вообще. Обычно там не орут. Как так вот. Карантин. Они там пьяные, орут. Ходят и... Где же менты, которые должны их ловить? Они нифига не ловят. Так. Нет. И я не помню во сколько лёг. Ну было темно. давай вас сколько течет время ну тебя сейчас можешь примерно так почувствовать сколько у тебя времени сможешь примерно примерно так а вот как раз тебе ложиться спать чтобы тебе на работу потом не сбить график а и мне не надо на работу а я ложусь во время но я проснулся в три ночи почему и поздно это плохой график надо по моему я слышал читал где-то что надо спать с 10 до 12 обязательно иначе хреново будет но я не знаю может это неправда да понимаю просто ну школа это понятно а те ты уже долго так в таком графике работаешь в 3 часа ночи ложишься вот и как ты вообще изменения кем произошли чувствуешь себя то есть и 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 на видео посмотрел мои видео посмотрел там поспал так примерно почувствовался ты так примерно можешь почувствовать что тебе стало лучше от такого графика хорошо что там разные графики дают у нас обычно режимные предприятия все в одно и то же время приходят уходят до образующие предприятия 2 так ты на государственное или начальника работаешь а частный ну да государственно государственные там все есть да может быть лучше у нас лучше чем у нас понятно у нас сейчас все частное как бы но государств частно государственное такое и понять что я хочу вернуться к морским ежам да там знаешь укалывают так не когда вот так рукой водишь то он щупальцами тоненькими такими но эти иглы он такими тоже вводит как бы и к тебе пытается тебе как будто бы он чувствует или видит и ты пытаешься я не знаю у него глаз внизу почему-то нигде на дне синий глаз да его невозможно за ну саму мякоть схватить потому что он этими сразу шевелит подводит их как знаешь в игре в дензи там играешь там что-то похожее было фигня такая к тебе лезет куда бы ты прыгнул она к тебе лезет прыгаешь другой угол а еще туда лезет вот так же здесь не не видел сочи она мутная ожог да это это их защита типа это их защита такая еще больно очень нифига себе медузы ладно браток давай потом договорим сейчас спать буду браток давай просто сейчас как раз ровно час там идет я хочу давай это час пять минут да я просто вообще не знаю я читаю поем немножко спать я играл песню я не могу рисовать нет камеры поэтому я пытаюсь символизировать да почему да и вообще так примерно чувствуешь сладенький сладенький такой ну ты чувствуешь сладость такую да примерно так почувствовать можешь как ты когда вспоминаешь что-нибудь хорошее ты чувствуешь себя хорошо когда вспоминаешь море там ну да приятно вспоминаешь как в море там был да примерно так примерно такое ощущение на полностью да ощущаешь чувствуешь себя хорошо да разговариваешь со мной чувствуешь чувствуешь так что пол чистый мягкий на ощупь нифига офигеть матовое чистое стекло нифига ты по ту сторону виден свет да какой цвет цвет ну просто когда со мной общаешься когда со мной общаешься да да я понимаю тебя это наверное потому что я когда с отцом в детстве общался я тоже чувствовал ощущение чистоты легкости какой-то может мне и там вообще другие люди кто с ним ну ребята кто видели его даже просто видели они ощущали тоже что необычный человек такой светлый какой-то какой-то не от мира сего да это просто потрясает да уважаю братишка ну ладно я пойду спать братишка ты спой песни спой может споешь песню ну просто сочини и я вас слушаю когда спать ложится я щас съем апельсин и когда буду ложиться послушаю песню песню сочинить там про нет лучше песенку попробую на чем-нибудь сыграть ну или и да есть какой стих там ну ладно давай братишка я щас пошел завтра созвонимся я не ты просто запиши да ну типа ва ва и где ладно давай хорошим и братишка хорошего тебе давай давай братишка давай братишка давай братишка ой капец жесть просто жесть Продолжение следует...